Можно узнать свой здоровый минимальный процент жира в организме. Друзья, есть такой анализ, который называется биомпедансометрия. Мои клиенты его всегда сдают. Он покажет вам, сколько в реальности у вас сейчас процента жира и какой он должен быть. Это все очень индивидуально, но в то же время я могу сказать, что у женщины лучше отталкиваться, чтобы было не меньше 20. Но у меня были и есть клиентки, у которых при 22-23 цикл пропадает. А есть те, у которых 16-18 прекрасный регулярный цикл. Поэтому здесь все очень индивидуально. Так, еще раз добрый день. Имел ввиду адекватный дефицит после циклов диета-обжорства. Не понимаю, к чему. Если у вас есть цикл диета-обжорства, значит вы в диетическом ограничении. Это плохо. Вы всегда отвечаете. Мне тут вопрос пришел, что все всегда персонифицировано. Ну, друзья мои, если вы к себе относитесь как к толпе, как к массе, пожалуйста. Так, насколько тревожность... Погнали по вопросам. Сейчас еще на несколько вопросов отвечу, которые у нас с вами здесь. Насколько тревожность мешает похудеть? Очень может мешать тревожность пропудеть. Я недавно проводила эфир. И, понимаете, есть такое понятие, как эмоциогенное переедание. Тревога – это тоже эмоция. Если вы не умеете работать с тревогой, если вы не работаете с уровнем своего стресса, то, конечно, похудеть будет очень сложно. Будет очень сложно, когда вы используете еду как способ регуляции своих эмоций, как способ бороться с тревогой. Я недавно писала пост про тревогу и переедание. Пожалуйста, прочитайте его. Буквально, может быть, пару недель назад, когда все это началось с карантина, я писала пост по тревоге. И очень важно работать со своей тревогой, с этой эмоцией. Очень важно понять, что эту тревогу вызвало. Является ли тревога объективной, или это больше фантазии нашего воображения, что бывает очень часто. И, слушайте, наверное, имеет смысл, может быть, я сделаю прямой эфир отдельно по тревоге, потому что в двух словах не ответишь. Но, если коротко, касательно ситуации, которая есть сейчас, или вообще, когда вы из-за чего-то тревожитесь, хороший такой инструмент, о котором я писала в блоге, это, представьте, что случилось самое худшее, вот самый ужасный, ужасный, ужасный исход событий. И что вы будете в этой ситуации делать? Потому что очень хороший инструмент работы с тревогой – это усиление. То есть через усиление этой тревоги. Довести эту ситуацию до апогея. Почему я тревожусь? Коронавирус. Чего я боюсь? Я боюсь умереть. Я боюсь заболеть, и я боюсь умереть, да? Вот доходим до этой ситуации, что я буду делать, что я могу сделать, чтобы себя защитить? Объективны ли мои страхи, объективны ли мои тревоги? А действительно ли высока вероятность того, что я заболею? А много ли моих знакомых заболело? А как я могу себя в этой ситуации оградить от возможной опасности? Работайте с тревогой. Я что-то ушла в тему. А чем занята во время вашей работы дочка, если не секрет? Юль, на данный момент моя дочка слушает аудиосказку «Волшебник изумрудного города». Это у нас просто бич. Как вы относитесь к спирулине? Никак. Не применяю. Алена, какие продукты вы посоветуете, которые замедляют процессы старения? Друзья, как и с иммунитетом, так и со старением. Ну, нет таких продуктов, которые бы замедляли наши биологические часы. К сожалению, нет. Есть такое понятие, как генетика. Да, мы знаем. У меня была вот клиентка на консультации, Ирина. Ирина, если вы здесь, то я про вас. 42 года просто невероятно выглядит. Это генетика, она ничего с собой вообще не делает. Но, конечно, наш образ жизни, здоровое питание, все наши здоровые привычки, здоровые микробиоты, активный образ жизни, все это, конечно, будет помогать нам поддерживать, в том числе и нашу молодость и нашу красоту. Однозначно, что если вы питаетесь бургерами, картошкой фри и печеньками, ну, генетике своей вы ничего хорошего не сделаете. Если же вы на здоровом питании, в вашем рационе здоровые продукты, рыба, молочные продукты, много овощей, зелени, фруктов, цельнозерновые крупы, то, конечно, вы поможете себе самой поддерживать свою молодость и красоту. Мой муж все время заглядывает в мою тарелку, готовлю на него, вот правильно. Алена, где грань между поздним ужином и ночным едоком? Наташ, я, наверное, в вебинаре буду отвечать на этот вопрос, потому что вы сейчас немножко путаете. Я тоже поздно ужинаю, я вот сказала, что я ложусь в 21.45, а ужинать заканчиваю в 21.30, чищу зубы и ложусь. Вот, ночные едоки, они просыпаются по ночам, если вы про синдром ночной еды. Они не могут уснуть, не поев, у них гипокликемия ночная, они просыпаются ночью, часто не замечают, что едят ночью. Они, как правило, не завтракают, это такая утренняя анорексия, мы еще называем в диагностике. Я не думаю, что это ваш случай, но я еще не разбирала ваше домашнее задание. Как не есть много сладкого и мучного? Определить, почему вы едите сладкое и мучное. Почему? Это как раз то, чем я занимаюсь, работа с пищевыми зависимостями. Если вы не можете остановиться, едите много сладкого и мучного, значит, какая-то причина есть. Это нарушенное пищевое поведение. Возможно, что-то заедаете, возможно, еда является способом регуляции эмоций. Возможно, это просто нарушение питания, вот именно связанное с детско-родительскими привязанностями. Да, есть проблемы директивного воспитания или наоборот, когда при любом случае мама или бабушка бежали с пирожком в руках. Да, как вот у меня сейчас клиентка тоже на сопровождении, которую, ну, там были травмы в семье, мама не очень добрая, мягко скажем так. И при любом таком конфликте бабушка бежала с пирожками, и сейчас при любой какой-то сложной ситуации девочка, ну, бежит за пирожками. А почему вы тренируетесь натощак? Не знаю, потому что мне так комфортно, я не могу бегать, например, не натощак. Просто вопрос связан с активностью. Рост 164, вес 64. Это норм? Я не знаю, я не люблю. Что значит норм? Ну, ожирения у вас точно нет. Можно ли при 160 сантиметрах весить больше или меньше? Можно. И 70 килограммов у вас не будет ожирения. И 58 вы можете быть в прекрасной физической форме. Я не люблю понятие нормы. Есть здоровый вес, да, тот, при котором у вас нет никаких сопутствующих заболеваний, да, потому что все равно мы знаем, что если вес избыточный, там подтягиваются и сердечно-сосудистые заболевания, и диабет, и инсулинорезистентность, и лептинорезистентность, и проблемы с суставами, и с опорно-двигательным аппаратом. Если говорить о том, что в принципе мне бы хотелось быть стройнее, да, то есть я, например, понимаю, что девушка может быть в 65 килограммов, и по состоянию здоровья очень все прекрасно, но, например, в 60 килограммов она будет иметь более подтянутую фигуру. Если она хочет ее иметь, можно ли это сделать здоровым способом? Можно. Но мало кто из вас делает это, добивается этого каким-то здоровым способом. Как правило, вы выбираете не экологичные способы, начинаете садиться на жесткие диеты, и в итоге уходите в анорексию, и начинаются проблемы с циклом, и семинарии, с которыми вы потом приходите ко мне. Спасибо за ваши комплименты. Если есть какие-то программы для беременных, программ для беременных нет, у меня есть беременные на сопровождении. Я работаю с кормящими и с беременными. Если у вас рационное определенное количество калорий есть, зайдите, пожалуйста, на сайт, обратите внимание на баланс-меню. Почему после дневного сла? Так на этот я отвечала. Вас очень приятно слушать. Спасибо большое. Как самостоятельно найти истинные причины РПП? Как откопать свои проблемы? Ну, скажу вам честно, если у вас РПП, вряд ли у вас получится сделать это самостоятельно, потому что я имею очень большой опыт работы с этим, смотря какой у вас РПП. Если вы просто там привыкли уходить в подсчет калорий, здесь можно, например, избавиться от этого РПП, смотря что за РПП. Посмотрите обязательно мой вебинар «Стоп переедание». Там как раз я об этом рассказываю. Как записаться на консультацию? Ссылка в шапке профиля. Так, почему кроме творога ничего не хочется? Не знаю, почему вам ничего не хочется, кроме творога. Можно ли беременным куриные сердечки? А почему нельзя? Юлечка, здравствуйте. Ой, здравствуйте. Все тут мои... Все мои клиенты всегда меня слушают. Хотя, девочки, я же вроде с вами все. И так, вы молодцы меня поддерживаете. Расскажите, пожалуйста... Так, про особенности питания при каких-то заболеваниях я сегодня не рассказываю. Потому что можно уйти вообще в космос. Сейчас слушаю вас и читать. Постепенно начала слушать себя. Все чаще стала следить за собой. Много кого читала. Но у вас... У меня действительно начался хороший отклик. Я очень рада. Спасибо большое. Спасибо большое. Для меня крайне важна ваша обратная связь. Сторис. Я стараюсь очень много информации давать. Друзья, знаете, я давно бы бросила вести блог. Но для меня блог – это возможность помогать большому количеству людей и направлять большое количество людей. Поэтому я вас всегда прошу и благодарю за то, что вы делаете репосты. Потому что таким образом мы несем добро на самом деле в массы. А сегодня мы понимаем, как важно делиться и быть щедрым на добро, да? Так, ну, наверное, мы будем постепенно завершать. Да, про тревогу. Поняла, что нужно. Пишите, что нужно. В комментариях, пожалуйста. Вот даже сегодня пост написал. Ну, не поленитесь. Я захожу. Сейчас я буду заходить в пост. Ну, прокомментируйте. Напишите, что вам важно, что вам интересно. Какие темы, какие-то сложности. Я же, к сожалению, не знаю, что вам нужно. Просто я думаю, чем занять детей, пока я работаю. Но, знаете, мой ребенок привык, что я много работаю. Я работаю из дома. Поэтому у нас очень много всяких заданий. У нас очень много аудиосказок. У нас очень много игр развивающих. Так. Что вы знаете про бриатрию, ваше отношение к ней? Отдельную тему сделаю. У меня клиентка, как раз хирург, она сейчас слушает. Александра. Тему с бриатрией мы должны с вами развить. Я считаю, что не нужно доводить себя до такого состояния, если честно. А вы же доводите. Потому что вы не хотите обращаться к специалистам. Вы не хотите работать над собой. Да, вот о чем я вчера писала пост, как клиента. Клиентка ушла. И много-много таких. Много-много таких, к сожалению. Если работа и, например, серьезное расстройство пищевого поведения, а лишний вес и ожирение – это всегда расстройство пищевого поведения, то это долгая работа с специалистом. Это год-два терапии. Но вы же всегда ищите простых путей. Пойти что-нибудь себе вколоть, отрезать, урезать. Так, я в детстве была анорексичкой, не слушала родителей, ела только печенье и шоколадки. Могла ли анорексия повлиять? Конечно, анорексия. У меня очень много сейчас работаю с подростками, с девочками больными. Вот этим заболеванием неприятно. Ни клинической формы, никогда вес, который требует уже стационарного лечения. Я могу вам сказать, что, конечно, если это было на этапе роста, на этапе развития, то и гормональный фон, да, к сожалению, девочки многие зарабатывают себе пожизненную фактически аминарею, если вот этот вот процесс похудения, глупой анорексии начался в возрасте 12-14 лет. Поэтому я всех всегда мам призываю. Не жалейте денег, если вы видите, что у вашей девочки есть проблема, отведите ее на консультацию к специалисту. Не пытайтесь помочь самостоятельно. Привет, моя хорошая. Набираю вес от скумбрии или, возможно, отекаю. Нет продуктов, от которых мы вес набираем, ребят. Мы переедаем, поэтому мы весы набираем. Постарайтесь, если дать, да, будет возможность. Я сохраню эфир. Спасибо большое за ваши комплименты, милые мои хорошие. Спасибо, что были в эфире. Будьте более активны. Я буду ждать вас с вашими комментариями, с вашими вопросами, с вашими реакциями на мои сторис. Это все помогает мне формировать контент, интересный для вас. Потому что, еще раз, мой блог – это инструмент самопомощи вам. Ну, а всех ждут завтра на мастер-классе. Будем с вами говорить о том, как выстраивать здоровый рацион. Вся информация о том, что у меня есть, какие у меня есть продукты, как записаться на консультацию – ссылка в шапке профиля. Не забывайте, заходите на мой сайт. Там очень много, кстати, полезных, интересных рецептов и много очень интересной информации. Обязательно почитайте. Желаю вам хорошего дня, продуктивного дня. Всех обнимаю, целую. Пока-пока.